МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей программе человек, которым поистине может гордиться вся страда. Руководитель заслуженного любительского коллектива, студии Беларусь и Сувенир Раиса Александровна Романиня, обладатель специальной премии президента Республики Беларусь. О ее таланте знает буквально вся Европа. Что и говорить, если одна из работ Раиса Романиня находится в коллекции пасхальных и из принцессы Великобритании Анны. В детстве я очень любила мастерить, делать разные поделки из шишек, из страза. И я очень любила шить куклам платье, и особенно я любила рисовать. И у меня всегда были карандаши, у меня была бумага. Я помню, я изрисовала все конверты от пластинок. Но вообще мне родители покупали всегда карандаши, покупали бумагу. И очень поощряли в этом. И потом, значит, мама моя увидела объявление о наборе художественной школы, в школу имени Охлемчика в Минске. И мы решили, что надо поехать туда поступить. Я очень загорелась этим желанием. Вот сдала экзамены и поступила в эту школу. Ну, а там уже, знаете, дальше было художественное училище, где я взяла в руки солому. И попробовала ее, что это за материал. Хотя, собственно говоря, я тогда занималась инкрустацией соломкой. И как бы это совершенно другая техника. Но тем не менее. Я тогда попробовала керамику и поняла, что керамика это не мое. Что все-таки с соломой мне ближе. Когда я уже пришла сюда, в Центр детского творчества, это Дом пионеров когда-то был, вот меня взяли здесь на работу и сказали, что я буду здесь, у меня будет кружок, я буду учить этому детей. Вот так вот и пошло. И с 1982 года, собственно говоря, начинается история студии «Белорусский сувенир». С того момента, как я пришла сюда на работу и начала, вот сама училась, скажем так, и учила детей, то есть осваивала новые техники, новые приемы, заинтересовалась традициями этого региона. И мы начали вот возобновлять эту традицию, которая была именно в Южном регионе Минской области. Это соломенные ковры. Это ковры, апплицированные соломой. То есть на черном фоне соломки делали настилы, вырезали, клеили. То есть это искусство появилось еще в довоенные годы, и особенно расцвет оно получило после войны, когда людям хотелось, ну, просто какой-то праздник для души. А у них были они ледовые красители, соломы всегда много. После обмолота, так сказать, зерна, вот они красили солому и делали такие ковры. Сегодня работы Раисы Александровны Романени находятся в коллекции Национального исторического музея Беларуси, а также в частных коллекциях многих стран мира. То, что пасхальное яйцо работы мастера сегодня есть у принцессы Великобритании Анны, и вовсе подтверждено документально. Благодарственное письмо Раиса Александровна хранит бережно, и, вероятнее всего, уникальный экспонат также бережно хранит принцесса. Ну, я думаю, что таких яйц у нее точно нет. Именно ингрессированных соломой. Ну, эта традиция, в принципе, есть. Вот есть американка такая, Сидон Ковадин, она у ее корни словацкие, она словачка, но она делает тоже с соломкой яйца пасхальные. Ну, у нее такие, знаете, ну, очень народные. Ну, такие несложные. У меня уже, как у художника, другой подход. И там немножко по-другому, другие темы, другие, другой декор. И я инкрустирую деревянные яйца именно. Они такие очень сувенирные, красивые. Вот приятно, ну, приятно в руки взять. Издалека до течет река, течет река, конца и края нет. Словянский базар в Витебске, 99-й год. На сцене народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина. Десятки тысяч белорусских поклонников увидели горячо любимую певицу так близко. И гораздо ближе увидела ее Раиса Александровна. В 99-м году я была на Словянском базаре. И вот, знаете, было так удивительно. Я стояла со своими работами. Я стою и вдруг вижу, идет Людмила Зыкина. Вот для меня это было как-то так, знаете, так неожиданно. Но, правда, в первый день пришла и артистка из ее ансамбля, тоже заслуженная артистка России Светлана Дятел. Она выбрала себе головной убор. А потом на завтра пришла Людмила Зыкина. Конечно, для меня было это потрясающе, потому что в свое время моя мама любила эту певицу, любила ее песни. Конечно, мое поколение уже немножечко по-другому, но тем не менее, представьте себе, звезда такой величины. Ну и на завтра еще пришла артистка из ее ансамбля, тоже заслуженная артистка России Елена Калашникова. Я для нее отдельно делала и передавала в Москву головной убор. Ну а потом через два года, по-моему, ко мне подошла уже Надежда Бабкина. Вот она купила для себя головные уборы, и потом она была у нас в гостях в Сарегорске, Надежда Бабкина, и мы ей еще подарили, то есть наш город подарил ей тоже головной убор из соломки моей работы. Все таким образом несколько головных уборов есть у нее. Солома – очень интересный материал. Если женщина красива, она одевает и видит свою красоту еще, ну понимаете, еще больше. То есть все начинают замечать. И не каждая женщина способна выдержать то, что на нее вдруг смотрят. Понимаете? Иногда бывает, женщины в возрасте одевают соломенный головной убор, и вдруг видят свой возраст. Она может подчеркнуть возраст. Поэтому соломы надо очень... Коварный такой материал. Ну, отчасти коварный, но вообще, если девушка красива, особенно если у нее есть какой-то душевный свет, вот то, что украшает человека изнутри, что идет от души, от сердца, то она только подчеркивает. Я сейчас делаю серию портретов, когда бывают где-то девушки в моих головных уборах. Кстати, головные уборы из солигорской соломки примерили девушки десятков национальностей. Это только непосвященному человеку кажется, что вся солома одинаковая, и далеко не каждому мастеру удается рассмотреть ее многообразные грани. Ну, для большинства людей солома просто солома. Это тот материал, на котором вырос колос. Так и все. На этом как бы его история закончилась. А для нас история соломы продолжается в том, что мы бережно срезаем стебли, сушим их, и потом из них плетем. Конечно, если присмотреться к соломе, то ты увидишь ее. И матовость, и блеск особый такой, керламутровый, как у жемчужинки. Вот этот блеск мы используем в своей работе. То есть очень важно присмотреться к соломке. И увидеть вот эти ее самые лучшие качества. Раиса Романеня владеет всеми техниками обработки соломки. Этому учат и своих ребят. Я все-таки стараюсь детям еще дать и технику плетения. Я всегда говорю, чем больше вы плетете, тем лучше у вас будет качество. И они это понимают, прекрасно исправляются. Нет, ну бывает иногда так, что ребенок хочет, вот он его сделает, вот сейчас из таких же вот корявых лепестков и все. Я говорю, это твоя работа, ты ее будешь показывать маме, дома будешь показывать. Это же, она представляет эта работа себя. Поэтому, как правило, дети понимают, что если это что-то не очень качественное, они это не используют. Они оставляют это для истории, чтобы потом увидеть, насколько я вырос. И я всегда говорю, не надо быть лучше кого-то, надо быть лучше самого себя. И ребята действительно стараются быть лучше. Многие детские работы по мастерству не уступают взрослым, а иногда даже и превосходят их. Учащиеся студии обладатели дипломов на различных конкурсах, а главное, истинные ценители этого утонченного искусства. Они-то точно знают, работа из соломы – прекрасный подарок. Я делал подарки много кому, и также был подарок футбольному клубу «Шахтер». Это было в том году, в честь того, что они заняли третье место в чемпионате Беларуси, и я создал панно, который я им подарил. Что на панно было ей выражено? Букет цветов – это было еще в честь того, что была весна, и как раз-таки футбольный сезон начинался. И начинались амбиции, и цветы – это тоже связано с весной. Теперь у меня имеется и абонемент на игры «Шахтера», и являюсь одним из первых болельщиков клуба. Не пропустил ни одного домашнего матча. Сюда я попала с помощью Яни. Ну, она сюда ходит в 8 лет, и один раз, когда мы гуляли на улице, ей надо было идти сюда, и она такая, пошли со мной. Я отпросилась у мамы, ну, и вот так вот попала на этот кружок. Меня заинтересовало тем, что это очень трепетная работа, много мелких деталей, и то, что очень хорошо задействована ловкость рук, и то, что мелкие работы, когда их плетешь, это доставляет некое удовольствие. Начинали мы просто с разглаживания соломы. После разглаживания соломы мы сделали первое панно, это был цыпленок. После этого я научилась пести лепестки, делала цветы. Позже вот так вот все переросло, и я теперь занимаюсь только уже четвертый год. Мы можем заниматься соломокоплечением и одновременно разговаривать на параллельные темы. В общем, это увлекает. Раиса Александровна очень хороший и, так сказать, качественный педагог. Для меня это как душа. Я не пропускаю уроков. Я вот начинаю новые плетенки все время, осваиваю. Оно успокаивает. Я как-то начала лучше писать. Мы помогали одной девочке. Мы делали новогодние игрушки ей. Там колокольчики были. Вот Раиса Александровна придумала новую игрушечку. То, что год петуха начался, она придумала такого петушка и еще грибочек. Ну, я первая, ну, она сделала его, ну, образец, а я первая начала его повторять. Во второй части программы расскажем о самых преданных поклонниках творчества Раисы Романени. Ну, а сейчас краткий дайджест новостей столичного региона за неделю и реклама на телеканале СТВ. Не переключайтесь. Точка в проблеме. Губернатор области Семен Шапира провел прием граждан в Миноболисполкоме. Обратились за помощью 10 человек. В топе вопросов земельные споры и недовлетворительное состояние жилья. Все жалобы взяты на контроль. Под знаком БЮАИ в год науки новые разработки представят предприятия области. Завод горно-шахтного оборудования планирует наполовину обновить производство. Здесь уже установили современное высокоточное оборудование. Это позволит выпускать новую, еще более усовершенствованную продукцию. Кстати, разработки специалистов завода уникальны для Беларуси и по качеству не уступают зарубежным аналогам. Одним кликом мышки медицинские учреждения Минщины переходят к электронным рецептам. Главная причина такого обновления – экономия времени. Если раньше выписка лекарств занимала порядка пяти минут, то теперь процедура сократилась до 30 секунд. В скором времени поликлиники столичной области полностью перейдут к электронным амбулаторным картам и электронным талонам. Богатая история, полуторавековой юбилей отметила школа в деревне Николаевщина Столцовского района. Здесь в свое время учился Якуб Колос. Благодаря ему сельская школа сразу после войны получила и современное здание. Нынешние ученики и педагоги бережно хранят традиции. А в числе выпускников – знаменитые писатели, академики, языковеды. Это «Центральный регион». Мы продолжаем рассказ о лауреате спецпремии президента Республики Беларусь, человеке, который знает об искусстве соломоплетения все и даже больше – Раисе Александровне Романине. Раиса Романине – постоянный участник республиканских и международных выставок и фестивалей. Ее знают и уважают во многих странах мира. Со своими друзьями и коллегами она всегда на связи. Было бы глупо не использовать такую возможность, интернет-компьютер, для того, чтобы общаться с друзьями, с теми, с кем мы, так сказать, занимаемся общим делом, общим увлечением. И поскольку у меня таких друзей очень много, вот это и Швейцария, это Америка, это Венгрия, это Сербия, Россия, Украина, даже со своими белорусскими коллегами можно общаться, и мы общаемся по e-mail, через социальную сеть. То есть это очень удобно, и ты узнаешь чьи-то новости, сам о своих рассказываешь. Одна из последних новостей Раиса Романине – лауреат специальной премии президента Республики Беларусь. С премией вручается Романине Раисе Александровне, керонику студии «Белорусский сувенир» Центра творчести детей и молоди Солигорского района за дрожжение традиции солома плятенья. Ну вот я выложила информацию о том, что я получила премию, я просто написала «принимаю поздравления». Ну вот тут вот, ну вот 310 лайков, вот комментариев 90. Пишет на разных языках, да. Ну сейчас мы посмотрим. Вот Диана Гарднер, Вов Вандерфул, вот украинка Валентина Ткач, очень известная украинская мастерица по ткачеству, Меньшую Раиса, Люба Бутлер из Франции. И поздравляю, по-другому быть не могло. Дело в том, что я была и в Турции, и в Польше, и в Венгрии, и в Сербии. Вот. Знаете, и люди как бы знакомы со мной лично. Я с ними общалась, мы с ними работали. Вот как-то так получается, что я очень быстро знакомлюсь с людьми, потому что если я, например, подошла к мастеру, я вижу красивую работу, то я просто не могу меня распирать начинать. Я должна сказать, что это здорово, что это красиво, а люди откликаются. Понимаете, и вот так вот завязываются какие-то дружеские отношения. И, в общем-то, как бы потом это, если, например, надо там мастера для фестиваля, то я уже знаю, к кому я могу обратиться и кого пригласить. Кстати, страничка в социальных сетях посвящена не только соломоплетению. Раиса Александровна делится красивыми фотозарисовками, найденными в интернете. Если утро начинаешь с красоты, так и день будет хороший заладиться. Я не ради лайков, а ради того, чтобы люди увидели просто эту красоту. Впрочем, и дома у мастера вокруг только то, что вдохновляет. Вы здесь видите цилиндр Моргена Овенса Келли. Это наш патрон, наш босс американский, который, в общем-то, так же, как и я, в принципе, с первого по последний фестиваль участвовал во всех фестивалях посвященных плетений. Он как бы это патронирует, он делает все, чтобы эти фестивали состоялись. То есть, с его стороны, это такая забота о мастерах. У него есть музей в Америке, соломки. И у него в музее огромная коллекция работ со всего света соломенных. Это и маски, это и костюмы из соломки, вот из Ирландии в частности. У него также есть работа и белорусских мастеров, и моя работа. Вот мне он подарил вот такой свой цилиндр. Прямо можно сказать, с головы. Так что он раритет. Поэтому, Морген, передаю тебе привет. Раиса Романини интересуется техниками соломоплетения других стран. У мастера буквально целая библиотека, посвященная солнечному искусству. Я держу книгу по швейцарской технике, которую написала Вероника Майна. Она вообще, по-моему, англичанка. Так вот, в Швейцарии существовал такой промысел, и это было очень распространено. Делали из соломки кружево. Представляете, такие тонкие ажурные кружево, которые, в общем-то, считались роскошью отчасти, потому что солома имеет свой определенный блеск, и она очень красиво смотрится. То есть существовали целые мануфактуры, которые занимались. Ну, пришло, конечно, время, когда это стало исчезать. Но сейчас остался, вот, есть музей у Альфреда и Моники Шмидт в Волине, это Швейцария. Они придумали свою технику. У нас своя, у американцев своя, у сербов своя, у венгров своя. То есть каждый народ что-то придумывал. Вы знаете, когда мы приехали на фестивали, даже вот на первый, они, конечно, были все удивлены нашей художественной соломкой, потому что она необыкновенно красивая. Но я вам хочу сказать, что я снимаю шляпу перед швейцарской техникой, потому что она тоже очень необычная. Они делают нитки из соломы, закручивают ее как-то по-особому. То есть это совершенно другая техника. А вот вы каким-то образом можете применить техники в других странах, которые развиты, да, в своих как-то произведениях? Вы знаете, уже началось такое небольшое смешение. То есть они взяли от нас кое-что, но мы потихонечку где-то какие-то элементики начинаем тоже использовать в своей работе. А если вам показать две работы, выполненные в разных техниках, например, швейцарская и из Америки, например, другая, вы отличите вообще после прочтения таких книг? Да, конечно. Конечно, я уже понимаю, где что. Очень хорошо ориентируюсь в этом, и всегда можно догадаться. И даже, знаете, авторские работы или работы каких-то мастеров, которые, ну, индивидуальность, которые, ну, такие ярко выраженные мастера, их тоже уже узнаешь и ни с кем не перепутаешь. Своим примером Раиса Романеня сегодня вдохновляет многих, но, наверное, самые преданные поклонники – это ее дети и внуки. Даже если бы мама так не увлекалась соломой, она бы все равно что-то делала. Вы не представляете, у моих кукол были одежки, одеяльца, сделанные мамиными руками. Мама шила, всегда она что-то делала. Ну и, конечно же, я, как ребенок, человека, который работает в центре детского творчества, я выросла в центре детского творчества. Я ходила на кружок по соломке, у мамы занималась, по шитью. Но, понимаете, тоже, наверное, когда мы взрослеем, мы меняем свой взгляд на какие-то вещи. Мне, честно, мне не очень нравилось мамино увлечение соломкой, потому что, во-первых, мне нужно было в детстве перебирать ее, помогать маме перебирать. И я не совсем понимала, для чего это вообще нужно и что это за такое увлечение. Только повзрослев, я поняла, что это солома, это мамина все. Она вкладывает столько души, столько любви в свое дело, что мне тоже стало это нравиться. И я тоже, даже сейчас, у меня какие-то вещи, которые не получались в детстве, сейчас все это получается быстро, потому что я тоже стала видеть в этом смысл, и это стало интересно для меня. И я, конечно, тоже что-то помогаю маме, тоже благодаря маме я была на каких-то фестивалях. Мамин работы узнаются, мамин почерк, будет стоять 10 схожих работ, но я обязательно найду мамину работу. Ее вот эту утонченность, этот лоск нельзя спутать. Мама большая умница, она безумно любит то, чем она занимается. Она вкладывает, мне кажется, каждая ее работа, она наполнена маминой душой. И солома сама по себе такая солнечная, и мама солнечная, и поэтому ее работы такие изящные, столько излучают, столько тепла. Татьяна шутит, что по сравнению со своей мамой она просто подмастерье, хотя несколько лукавит, ведь нарядом, которое Татьяна шьет, могут позавидовать именитые дизайнеры. И сейчас на ней платье и ее же работы. В такой творческой семье это точно совсем невозможно оставаться равнодушным к искусству и к труду. Вот и четырехлетняя Андрюша уже знает толк в соломе. Он по субботам, да, к бабушке ходит. На работу, да. Да, это счастье. Мама приходит и рассказывает, как он режет солому, все позволено. Что хочешь, бери, что как хочешь, режь. Не волнуйся о том, что куда-то упадет, не туда. Можно мусорить. Вот поэтому... То есть полная демократия, да, Раиса? Да, и мама не только к своим детям так относится. Она всем детям, в общем-то, позволяет делать то, что в данный момент хочется сделать ребенку. Потому что дети же, они иногда хочется сделать, сплести, например, какой-то цветок. Но не позволили вот в данную минуту осуществить это желание осуществить. И все, ребенок может перегореть. И потом уже он и сделает работу, но не будет с таким, может, с любовью смотреть на изделие. Я его потихонечку в это втягиваю, так сказать. Вот он берет ножницы, режет, те же колоски на поле резал. Я говорю, Андрюша, пойдем мне помогать. Он мне помогает. Он мне помогает лепить пельмени, да. Какие блины мы с тобой печем, Андрюша? Как ты говоришь? Какие чудесные у нас с бабушкой блины, он говорит. Блинчики. Да, потому что мы вместе делаем с ним блинчики. Он там тесто мешает или там кефир наливает. И потом мы вместе с ним готовим. То есть он у меня, он очень большой помощник. Я думаю, что мы в будущем с ним будем делать творческие работы совместные. Андрей уже мечтает, как сделает вместе с бабушкой огромную машину из соломы. А бабушка и не прочь принять любимого внука в свою студию. Вот только нужно немножко подрасти. Как только он сможет уже держать в руках ножницы, как следует, и как бы понимает, потому что он еще маловато, конечно. Ему нужно будет походить в азостудию. Вот через годик он пойдет к Наталье Лениновнехлопотовой учиться рисовать. А потом будет еще и соломой заниматься. Я думаю, что так. Ближайшее будущее предопределено. Да, да, да. Ну, вообще дети, когда заняты, то они, знаете, не привыкают к тому, что у них есть дело. Они взрослеют с этим. И потом становятся вообще нормальными, достойными людьми. Да, Татьяна, вы тоже замечаете. На 100% согласны. Да, когда ребенок занят, он и в будущем, благодаря этому ты учишься правильно распределять свое время, свою нагрузку и учебную, и рабочее время. Это очень помогает. К тому же, я сейчас понимаю, все эти пять кружков, в которые я ходила, я и в художественную школу, и в музыкальную ходила, вы знаете, все в жизни нужно. Мы, когда дети, мы не понимаем, нам кажется, что у нас пичкают какой-то ненужной информацией, не озадачивают ненужными делами. Взрослые, мы дети, мы сами не можем это до конца осознать. Поэтому ребенка где-то нужно и надавить, где-то и со слезами надо куда-то отправить в музыкальную школу или на пение. Но ты потом, когда взрослеешь, ты благодаришь это родителей. И поэтому я бы вообще хотела бы сказать многим родителям, чтобы не велись на детские такие истерики, когда неделю в один кружок походили. Ай, мне не нравится, мне не нравится тебе, вот ты не ходи. Нужно, иногда нужно надавить на ребенка, а потом он за это скажет спасибо. Я напомню, что наша программа доступна на официальном сайте city.by и на YouTube-канале столичного телевидения. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Я же с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»